Кадры из комнаты бразильской туристки Каролины Мелу. Они с тетей приехали отдыхать в Париж. Каролина до сих пор напугана. Нападение произошло не где-нибудь на окраине, а в самом центре, на улице Монсиньи. Отсюда рукой подать до Гранда Пера. Как только мы увидели людей, перебегающих на другую улицу, моя тетя начала снимать видео. И через несколько секунд мы услышали выстрелы с другой стороны улицы. Два или три выстрела. Мы испугались и бросились подальше от окон, вглубь комнаты. Стреляла полиция. Позже выясняются детали. Примерно в половине десятого вечера субботы человек с ножом с криками «Аллаху Акбар!» бросается на прохожих. Люди разбегаются, прячутся в кафе и ресторанах. До того, как нападавшего застрелила полиция, он убил 29-летнего мужчину и ранил еще четверых. Кто-то сказал, что напали с ножом на женщину. Я подошел посмотреть, как она. Ей уже оказывали первую помощь. Перевязывали раны какой-то бумагой. Видимо, первое, что подвернулось под руку. Она была в сознании, глаза открыты. Что-то сказала, но я не разобрал, что именно. Ответственность за нападение взяла запрещенная во многих странах террористическая группировка ИГИЛ. Близкая к боевикам агентство АМАК выложила видео, на котором человек в капюшоне и с повязкой на пол лица призывает атаковать страны антиигиловской коалиции, утверждает АМАК. Это Хамзат Азимов, сообщила Францинфо со ссылкой на французскую полицию. Азимов 97-го года рождения. Гражданин Франции, уроженец Чечни. Глава республики Рамзан Кадыров написал в заблокированном в России телеграмме. В 14 лет Азимов получил российский общегражданский паспорт. В 20 лет должен был оформить новый, но делать этого не стал. Родители вывезли сына во Францию еще в начале 2000-х. Еще раз напоминаю, что Хамзат вырос во Франции и преступником стал в этой стране. Убежден, если бы он провел детство и юношеские годы в Чечне, судьба Хамзата сложилась бы иначе. По данным коммерсанта, Азимов был связан с подразделением ИГИЛ, которое несколько лет возглавлял Абу Умар Ашишани, он же Тархан Батирашвили, он же Рыжая Борода. Было несколько сообщений о его смерти. Последнее в июле 16-го года. Погиб в Ираке. Контакты Азимова изучают сейчас и в МВД Франции, но министр внутренних дел Жерар Калон отметил пока лишь грамотные действия полиции на месте теракта. Я бы хотел отметить действия нашей полиции. Она отреагировала чрезвычайно оперативно. Это, без сомнения, позволило избежать еще больших жертв. Жертв могло вообще не быть. Оказывается, нападавший был известен французским спецслужбам. Более того, значился в так называемом списке С. Туда заносят всех подозреваемых в экстремизме и потенциально угрожающих национальной безопасности, что не помешало Азимову совершить теракт. Все мои мысли о жертвах и пострадавших в результате сегодняшнего нападения с ножом в Париже, а также с их родственниками. От имени всего французского народа приветствую мужество полицейских, которые нейтрализовали террориста. По словам Эммануэля Макрона, Франция снова платит кровью, но не уступает, цитата, «Ни пяди врагам свободы». С 2014 года, когда Франция примкнула к антиигиловской коалиции во главе с США, в терактах погибли более 200 французов. С ноября 2017 действует контртеррористический закон, дающий широчайшие полномочия полиции. Сегодня в МВД отчитались о 22 предотвращенных атаках, но сработать на упреждение против Хамзата Азимова французские спецслужбы не смогли. Гарри Книгницкий, RTVI.